Всем привет друзья! До грандиозной распродажи на Алиэкспресс осталось совсем чуть-чуть и специально для вас я подобрал товары из моих прошлых видеороликов с реальной скидкой. Сделал так сказать нарезку из старых видео, а ссылки на сами товары оставил вам в описании к этому видеоролику, так что можете уже набивать свои корзины. Ни для кого не секрет, что продавцы в преддверии распродажи сначала завышают цены на товар, а во время распродажи её понижают, тем самым показывая скидку. Я постарался и нашёл ссылки на все товары только с реальной скидкой. Извиняюсь за то, что видео получилось длинным, наливайте чайку и приятного просмотра. Этот товар, наверное, у каждого на кухне найдёт применение. Вроде бы ничего необычного, на вид губка или щётка с ручкой, но на нижнюю часть губки нанесён слой, очень похож на наждачную бумагу. Ручка пластиковая, немного маловато, но всё равно удобно держать в руке. Толщина губки примерно 13 мм, слой абразива не крошится. Изначально из отзывов я думал, что это просто какой-то брусок с наждачной бумагой, но оказывается она всё-таки мягкая. Губка к ручке приклеена крепко, не отваливается и на момент монтажа видео ещё держится. Приобреталась эта губка для очистки сковородок. Думаю, у многих случались такие проблемы с сковородами, особенно, мне кажется, у холостяков. И, кстати, скажу вам, штука реально рабочая. Очищает нормально, наверное, сейчас подумаете, что лучше наждачкой потереть, но ошибаетесь. Этой губкой, или даже не знаю, как её назвать, намного удобнее. Можете отмотать видео назад и посмотреть, какое дно было у сковороды и какое стало. Полезная вещь, куча заказов и положительных отзывов на этот товар. А это резиновые ограничители на ручки дверей. Стоят копейки и в комплекте три штуки. Пришли довольно быстро, буквально за пару недель. Вот на такую дверную ручку натягивается без проблем. Собственно говоря, только из-за этой ручки и заказал эти ограничители, так как она царапает дверь в ванную комнату. В общем, теперь царапать не будет и проблема решена. А в следующей посылке находятся две позиции товара. Первый товар – это пакетики для чая. Да, обычные пакетики для чая. Для тех, кто предпочитает пить листовой чай, они, я думаю, пригодятся. Пакетики крепкие, выполнены из нетканого материала. Размер одного пакетика 5,5 на 7 см. В комплекте 100 штук и стоит чуть больше 1 доллара. Нитка для затяжки тоже крепкая, не рвётся. А второй товар из этой посылки – универсальные зубочистки. С одной стороны крепкая зубная нить, а другой конец заострён, то есть можно использовать как обычные зубочистки. Нить действительно крепкая, пальцами её порвать не удалось, получилось разрезать только ножом. Сами зубочистки пластиковые, в комплекте тоже 100 штук и стоят 1,5 доллара. К покупке рекомендуем, ну а мы едем дальше. Это товар из категории для дома, которая облегчит вам немного жизни и сэкономит воды и моющего средства. Я заказывал ещё 2 запасные губки, и одна губка уже установлена на ручку. Губки, как вы поняли, съёмные, имеются резервуары для воды и моющего средства, сделанные из прозрачного пластика. В месте соединения губки с ручкой имеется отверстие для подачи воды и моющего средства в губку. В губках ничего необычного нет, кроме приклеенного пластикового кронштейна для крепления на ручку. Наливаем немного моющего средства, разбавляем водой, размешиваем и поехали мыть посуду. Пенка образуется после нескольких надавливаний на губку. Я думал, что будет не очень удобно мыть посуду этим приспособлением, но им удобно мыть даже кружки. Устройство работает, помогает сэкономить и воду, и моющее средство. В общем, штука годная, мне понравилась. Эту посылку доставил курьер. Продавец очень ответственно подошёл к упаковке товара. Помимо самого пакета, всё находится ещё дополнительно и в телогрейке с китайским воздухом. Здесь находится 4 чайных ложки. У продавца имеются в наличии несколько цветов на выбор, но мне приглянулись вот такие синего цвета. Надо было, наверное, разных цветов заказать, но может потом ещё закажу. На вид сделаны качественно, выглядят красиво. Ручка матовая, а сама ложка глянцевая. Вес одной ложки 17 грамм. Как говорит продавец, сделаны они из нержавеющей стали. Посмотрю, насколько хватит цвета. Если в течение долгого времени они не выцветут, то буду заказывать, возможно, ещё и столовые ложки. А это очень интересный товар. Понравится, наверное, тем, кто любит яйца. Это своеобразная открывашка для яиц. Полностью сделана из металла. У продавца имеется два размера на выбор. И я взял тот, что поменьше. Хотя надо было брать побольше, и сейчас вы поймёте почему. Сварил я пару яиц с мятку, и давайте пробовать. Работает устройство легко. Прикладываем к яйцу, взводим баёк и отпускаем. В итоге получается ровный срез макушки. И вот почему надо было брать размер тот, что побольше. Ложка в это отверстие не помещается. Поэтому, если тоже любите яйца с мятку, то рекомендую взять больше размера. А этот калибр подойдёт для тех, кто любит яйца пить сырыми. Девайс хороший, взял его, чтобы попробовать, работает вообще или нет. И, как оказалось, работает. В общем, если вы любители яиц, то рекомендую. Ссылка сами знаете где. Многие до сих пор пользуются газовыми плитами, которые были выпущены в прошлом веке, или бюджетными газовыми плитами, которые не оборудованы автоматическим поджигом. Поэтому все пользуются спичками или приобретают зажигалку для бытовых газовых приборов. Вот и я решил приобрести себе такую зажигалку. Они выпускаются разного вида, а приобрести их можно также в Китае, так как это дешевле, чем в магазине. Поставляется данная зажигалка в блистере. В комплекте сам девайс и шнур с USB на microUSB для зарядки устройства. Сама зажигалка сделана из прочного Navita BS-пластика, а наконечник, на котором находятся электроды, металлический. На корпусе две кнопки управления. Одна для подачи общего питания, вторая непосредственно для поджига. Чуть ниже кнопок индикатор уровня заряда батареи в виде пяти светодиодов. Снизу разъем microUSB для зарядки встроенного аккумулятора. К слову, емкость аккумулятора около 200 мАч. Заряжается он за 20-30 минут примерно. Одного заряда не знаю, насколько точно хватает, так как пользуюсь всего около недели. И пока что не заряжал. Думаю, даже если на пару недель будет его хватать, то это уже хорошо. Притом минут на 20 поставить на зарядку эту зажигалку не составит проблем. Устройство работает отлично. Можно использовать не только для газа, но и брать с собой на природу. Бумагу поджигает, пробовал. Сигареты тоже прикуривать пробовал, но не очень удобно, так как сигарета не помещается между электродами. В длину устройства 23 см. Очень удобно поджигать газ и можно не бояться, что обожжёшь руку. В покупке данный девайс рекомендую. А вот ещё один гаджет для кухни. Купил точилку для ножей. Упаковка обычная коробка. Инструкция нанесена на коробку. В принципе, ничего сложного заточки ножей этой точилкой нет. Сделана эта точилка из пластика. Видно, что дешёвый, но вроде прочный. Снизу имеются силиконовые накладки, которые препятствуют скольжению при заточке ножей. Имеется грубая и тонкая заточка. Сначала я думал, что это для керамических ножей, но в итоге оказалось, что это для тонкой шлифовки лезвия ножа. Из отзывов понял, что нельзя точить керамические ножи этой точилкой. Почти вернул к жизни нож из дешёвой стали. Использовал только грубую заточку, так как на момент записи видео не думал, что имеется ещё и тонкая заточка. Конечно, не идеальный результат, но всё же устройство работает. Пользоваться можно. Думаю, что это самый незаменимый гаджет для кухни. У продавца имеются разные цвета, но выбирать нельзя. Продавец отправляет случайный цвет. Но думаю, что при заказе можно будет написать продавцу и заказать себе цвет. Это зубные щётки. У продавца имеется два цвета. Серый и белый. Я заказал белый. Кстати, щётки от ещё одного суббранда Xiaomi Dr.Bet. На вид щётки очень мне понравились. Лаконичный дизайн. Головка щётки имеет скруглённую форму, на которой плотно закреплены щетинки Turei. Изготовлены из высококачественного полипропилена. Данный материал обладает хорошей эластичностью и обеспечивает безопасность использования изделия в течение длительного времени. Они безопасны для дёсен, не повреждают их, не вызывают кровоточивости. Более того, в процессе чистки щетинки оказывают массажный эффект и улучшают кровоснабжение дёсен. По заявлению производителя, ручка зубной щётки обработана ионами серебра, которые оказывают антибактериальный эффект и препятствуют распространению микробов на её поверхности. Она прошла тщательную полировку, имеет приятную на ощупь поверхность и весьма удобно располагается в руке. На момент монтажа видео пробовал чистить зубы этой зубной щёткой и скажу, что отличие от обычной зубной щётки из магазина ощутимо. Действительно, щетинки мягкие, дёсна не повреждают и со своей задачей справляются. А это товар для ухода за кожей ног. Доставляется с деком и это электрическая пилка для пяток. Компактный аппарат состоит из ручки и съёмного ролика. Ролик сделан из абразивного материала, который с лёгкостью расправится с мозолями и натоптышами. Ролик вращается с высокой скоростью, стирая роговевшие клетки кожи. Процесс немного похож на шлифовку, только вместо шлифовального камня небольшой и удобный девайс. Демонстрировать не буду, думаю, что многие знают, как это делается. Менять ролики легко. Нужно нажать на кнопку сбоку в верхней части пилки и вытащить ролик. Чтобы ставить новый, также нажимаем кнопку, вставляем и отпускаем кнопку. В комплекте только один ролик, но также можно прикупить и ещё. Ссылку на ролики также оставил вам в описании. Работает всё от 4 пальчиковых батарейки формата 2А, которые устанавливаются в ручку устройства. Девайс хороший, свою функцию за свои деньги выполняет, но вот немного шумновато работает. В общем, если хотите, чтобы ваши пятки были как у младенца, то ссылка на этот товар сами знаете где. И ватные палочки от Xiaomi Mijia. По словам производителя, на упаковке нет логотипа Xiaomi, так как это экологическая цепочка. Не знаю, как это связано с нанесением логотипа. Если вы знаете, то пишите в комментариях. Вообще, позиционируются они как ушные палочки для детей, так как они немного меньше размером, чем обычные палочки. Материал самого тампона – хлопок. Головки разные по форме. Одна сделана в форме обычного шара, как мы привыкли видеть, а вот на другом конце головка выполнена со своеобразными насечками. Наверное, чтобы ушная сера лучше зацеплялась и оставалась на палочке. Всего в упаковке 200 палочек. Думаю, хватит надолго. Здесь не менее интересный товар для дома. Это диспенсер или дозатор жидкого мыла. Пришел он в мятой коробке и дополнительно упакован в пакет. В комплекте имеются присоски и саморезы для крепления на стену. Тут все зависит от поверхности ваших стен. Выглядит дозатор неплохо. Сделан полностью из пластика, поверхность глянцевая. Резервуар для мыла из прозрачного пластика, его объем 500 мл. Кстати, его можно использовать не только для мыла, но и для шампуня, геля для душа или даже моющего средства. Хорошая штука. Пригодится не только в квартире, но и в бане, если такая имеется. Дозатор работает. При нажатии на кнопку выливается небольшое количество жидкости. На ровных поверхностях присоски держатся хорошо, но у меня плитка имеет слегка текстурированную поверхность. Поэтому в моем случае держится девайс не очень. Проблема крепления решилась каплей клея на присоске. Кстати, мыло не вытекает, можно за это не переживать. Еще один товар, который пригодится дома. Такое ощущение, что это и следующие посылки ко мне плыли по воде. Получил я их на почте сырые и внутри была одна вода. В этой посылке находятся два складных дуршлага. У продавца имеется два размера на выбор. В моем случае диаметр составляет 20 см. Скажу вам, что этого для меня достаточно. Ручка и часть с отверстиями сделаны из пластика, а та часть, благодаря которой дуршлаг складывается, выполнена из силикона. Хорошие штуки, занимают меньше места на кухне, чем обычный дуршлаг. Запах немного от них был, но все выветрилось после первой мойки с моющим средством. Так что штука годная, к покупке рекомендую. Мочалка для душа. Производит данные губки тоже один из суббрендов Xiaomi, Jordan Judy. Сделана она в форме вот такой капли, или как пишет производитель, это форма осьминога. Имеется веревочка. На картинках у продавца показано, что эта веревочка цепляется за руку, но она слишком коротка для этого. Я использовал эту веревочку лишь для того, чтобы повесить мочалку на крючок. Губка мягкая, приятная, запаха от нее никакого нет. Мне понравилось, к покупке рекомендую. Здесь еще одна мочалка. Приходит в зип-пакете, выпускается тоже суббрендом Xiaomi. На вид сделана качественно, имеет две удобные петли ручки. Сделана плотно, не пустышка какая-то. Благодаря своему составу она отлично пенится. Мочалка оказывает эффект массажа, тонизирует и очищает кожу. По использованию скажу вам, приятная. Кожу не дерет, конечно растягивается, если захотите потереть спину, но мыться можно. Эта мочалка станет незаменимым аксессуаром ванной комнаты. И да, хотел сказать по поводу плитки. Многие мне уже писали неоднократно по поводу плитки в ванной, так вот, говорю еще раз для всех. Квартира съемная и какая есть плитка, такая пусть и будет. Ну а мы едем дальше. А в следующей посылке находится подсветка для рабочего места в мой кабинет. Походы в кабинет в вечернее и ночное время суток для многих это настоящее испытание. Глаза не успевают привыкать и резкий свет доставляет неудобства, а в темноте невозможно посетить ванную комнату. Сейчас появилось недорогое интересное решение этой проблемы. Больше нет необходимости включать основной свет. Упаковка при доставке очень пострадала, но сам товар дошел целым. Помимо самого устройства в коробке лежит еще и мануал на англо-китайском языке. Питается данный девайс от трех мизинчиковых батареек типа ТРИА. На борту имеется один RGB светодиод и чувствительный датчик движения и освещенности. Вообще на заказ этого девайса меня натолкнул отзыв одного из покупателей. Да и сам я подумал о том, как будет удобно вставать ночью, но не искать выключатель, не включать свет и зажмуривать глаза. При использовании подсветки она будет включаться только тогда, когда вы заходите в туалет, так как есть встроенный датчик движения. Цвет подсветки можно выбрать самому, всего есть 8 вариантов, которые можно чередовать. По умолчанию подсветка плавно меняет свои цвета, а зафиксировать тот или иной цвет подсветки можно нажатием на единственную кнопку на корпусе устройства. Кстати говоря, корпус выполнен из пластика и не боится влаги, так что подсветка прослужит вам очень долго. Считаю, что это очень полезный и оригинальный товар для дома. В следующей посылке у нас электронные часы. Упаковано все отлично и доставлено до двери курьерской службы доставки. В комплекте имеется небольшая инструкция на англо-китайском языке, кабель USB для подачи питания и сами часы. Сначала думал, что китайцы мне прислал часы с поврежденным дисплеем, но как оказалось, это была защитная пленка. Сами часы выполнены из белого пластика. Дисплей зеркальный, а сверху расположились 5 кнопок управления. Честно говоря, думал, что они будут потяжелее, но как оказалось, они очень легкие. Также часы могут работать и от трех батареек типа 3А, но при работе от батареек подсветка гаснет через некоторое время и приходится нажимать на кнопку, чтобы посмотреть время. Я же ставил батарейки и дополнительно подключил часы к телефонному зарядному устройству через USB. Зачем я так сделал? Да, все очень просто. Дело в том, что часы не имеют памяти и при отключении, допустим, в квартире света время собьется. А так время не собьется, так как часы будут работать от батареек. Девайс, кстати, мне понравился, есть отображение даты, термометр в Цельсиях и Фаренгейтах, также есть будильник. Звук будильника, честно говоря, не раздражает и приятный. Звук будильника, честно говоря, есть отображение даты, термометр в Цельсиях и Фаренгейтах, также есть отображение даты, термометр в Цельсиях и Фаренгейтах. Еще имеется ночной режим индикации времени, то есть в период с 18 часов до 6 утра подсветка на часах будет немного тусклее. Этот режим можно отключить в настройках. В общем, покупкой я доволен. Время, дату, температуру показывают вроде точно, не отстают, не спешат, в общем, то, что надо. Вообще, люблю всякие такие электронные устройства по типу этих часов, если вы тоже, то пишите об этом в комментариях, а мы едем дальше. Дальше у нас идут мелкие товары. Это крючки. Сам крючок металлический, а основание пластиковое. Крепятся они на стену при помощи клейкой основы, которая находится под защитной пленкой. Идеально подойдут в ванную комнату, но и на кухне тоже будут неплохо смотреться. Я приклеил их на плитку в ванной комнате, держатся крепко, сколько выдерживает проверять не стал, так как боюсь оторвать плитку. Штука годная, рекомендую. А это два полотенца еще от одного суббренда Xiaomi. Размер полотенец 32 на 70 сантиметров. Материал изготовления натуральное хлопковое волокно наивысшего качества. Этот материал гипоаллергенен, долговечен, хорошо впитывает влагу и быстро сохнет. На вид сделано полотенце качественно, ниток никаких не торчит. По заявлению производителя, данное полотенце отличается высокой скоростью поглощения влаги. Это достигается за счет современных технологий обработки хлопка и особой техники придения с более высокой плотностью нитей. Влагу впитывает хорошо, пробовал уже. На ощупь мягкая, приятная, но цена за полотенце такого размера, честно скажу, кусается. Хочу еще и банное полотенце приобрести, но обзор будет зависеть только от количества ваших лайков, так что не жадничайте. Здесь у нас две позиции товара. Заказывал у одного продавца. Первый товар это вот такие пластиковые держатели на присосках для бритвенных станков. Выглядит довольно неплохо, станки в них держатся отлично, не падают. Причем можно вешать как обычные одноразовые, так и фирменные, по типу жилет и все такое. Эта штука тоже на присоске. Тоже пластиковая и пригодится тем, кто кладет губку для мытья посуды на уголок раковины. Это как раз держатель для губок, для обычных поролоновых губок для мытья посуды. Причем губки сюда помещаются различных размеров. Здесь находится светодиодный ночник. До двери доставил курьер и коробка не особо пострадала. Из комплектации в коробке только шнур с USB на microUSB для зарядки девайса и сам ночник. Честно сказать, думал, что он будет меньшего размера. Не ожидал я таких размеров, но в этом даже плюс. На верхней части находится сенсорная кнопка включения и смены режимов работы, а также круговой сенсор для смены цветов свечения. Материал изготовления самой колбы – белый матовый ABS пластик. Нижняя часть – глянцевая. Габаритный размер – 11,5 см и диаметр 9 см. На нижней части разъем для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 1200 мАч. Снизу расположился общий выключатель питания и ручка для переноски. Ну или, например, ночник можно использовать на природе в палатке в качестве основного освещения. Тут уже решать каждому. Пришло устройство разряженное. При подключении кабеля зарядки загорается красный светодиод, сигнализирующий о процессе зарядки. Заряжал его с помощью USB тестера и скажу вам, что взял аккумулятор почти 1,2 Ач. Как заявляет продавец, на одном заряде ночник может работать 24 часа. Только вот в каком режиме – неизвестно. Я тестировал в режиме свечения синим цветом и проработал он у меня около 16 часов. Не знаю, как будет в других режимах. Имеет за 5 режимов свечения. Это минимальная яркость, средняя, полная яркость, режим мигания SOS и цветное RGB свечение. Последним можно изменять цвет свечения на любой понравившийся. Конечно, немного разочаровал меня этот ночник. Я думал, что в режиме RGB цвета будут меняться автоматически. Но, к сожалению, это не так. Но всё равно покупкой доволен. Ну а это умная лампа, ночник, светильник или даже свечка, кому как удобно. Пришёл данный девайс в коробке из плотного картона. Упаковка добротная, на ней немного информации, но самое интересное впереди. Из комплектации сам ночник, три ароматические кольца и небольшой мануал на английском языке. Лампа работает от трёх пальчиковых батареек типа 2А, отсек для которых находится под нижней крышкой. Высоту ночник 83 мм, диаметр в самом широком месте 90 мм, диаметр верхнего края 69 мм, а толщина стекла 2 мм. Ароматические кольца представляют собой кругляки из силикона и, честно сказать, особого аромата я от них не заметил и вообще мне показалось, что они пахнут одинаково. Устанавливаются они в специальное посадочное место, которое закрывается крышкой. Рядом находится механический переключатель вкыл-выкыл, переключив который лампа начинает плавно менять цвета. Почти всё управление лампой производится со смартфона. Для этого необходимо скачать специальное приложение, отсканировав QR-код в инструкции, либо на самой упаковке. Приложение поддерживается как на iOS, так и на Android устройствах. Открываем приложение и через Bluetooth коннектимся с лампой. Ну и давайте пройдёмся по функциям этого ночника. Из приложения также можно включать и выключать девайс, а также выбирать любой понравившийся из 16 миллионов цвет свечения. Можно просто включить функцию ночника и лампа будет светиться тёплым белым цветом. Яркость можно также изменять. Есть пункт эффекты. Первый эффект это вспышка. Цвет и яркость изменять тоже можно. Второй эффект это пульс, в котором лампа плавно набирает яркость, а затем также плавно затухает. Далее идут два радужных эффекта. Тоже очень интересные, можно настроить скорость смены цветов на свой вкус. И ещё один эффект, наверное самый интересный, это имитация горящей свечи. Конечно на камеру плохо видно, но в живую выглядит прикольно. Ещё одной из интересных функций является таймер включения и выключения. Всё на английском языке, но предельно понятно. Можно поставить этот девайс, например, в детскую и настроить время включения вечером, чтобы ребёнок засыпал под эти эффекты и через час, допустим, настроить выключение. Помимо включения лампы с телефона, её можно ещё включать хлопком в ладони сверху, а также выключать. А перевернув её, можно использовать как подсвечник для маленьких свечей. Об этом информирует продавец на странице товара. Для меня минус этого ночника в том, что он почти ничего не освещает вокруг себя, а только сам себя нормально освещает. Но штука интересная, советую присмотреться. Хочу добавить по поводу этого светильника, то, что помимо управления с телефона им, его также можно включать и выключать, просто дунув на него. То есть, дунул, включился, ну и начинает он переливаться разными цветами. Дунул, выключился. Светодиодная лампа Xiaomi E-Lite. В 2014 году компания E-Lite вошла в группу компаний Xiaomi и с тех пор они выпускают продукцию вместе, но самостоятельное производство у E-Lite осталось. Рассказывать про историю компании можно долго, но давайте вернёмся к товару. Лампочка поставляется в белой коробке из плотного картона, которая пришла слегка помятая, но лампочка целая и работает. На упаковке немного информации, в основном всё на китайском. У продавца имеются лампочки разной мощности, я взял на 9 Вт. Сама лампочка ничем не отличается от магазинных лампочек, за исключением логотипа бренда E-Lite. Лампа обычная, с цоколем E-27. Светит ярко, свои 9 Вт выдаёт. Сравнивал с обычными магазинными лампочками и был просто в шоке. Дешёвая лампочка из обычного магазина с такой же надписью 9 Вт светит примерно в два раза хуже, чем эта. Непременно буду заказывать ещё и вам советую присмотреться. Это инфракрасный термометр DT8220. Имеется небольшой темляк для переноски, а сам термометр изготовлен из чёрного пластика, который сильно напоминает софт-тач покрытие. Он приятный на ощупь, совершенно не скользит даже во влажных руках и на нём совершенно не остаются отпечатки пальцев. Из органов управления тут небольшой монохромный дисплей без подсветки и кнопка активации устройства. После нажатия на кнопку устройство оживает и на экране появляются первые надписи. Измерение производится пока нажата большая белая кнопка. После её отпускания на экране фиксируется температура, зафиксированная на момент отпускания, и на экранчике появляется надпись HOLD. Термометр автоматически отключается через 15 секунд без действия. Ручного отключения прибора нет. Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 200 градусов с точностью измерения до 1,1 градуса. Рекомендуемая дистанция измерения 10 сантиметров. Но устройство работает, стоит не так уж и дорого в отличие от пирометра. Компактный и думаю многим будет полезен. Ну а на этот товар я уже снимал полный обзор и пользуюсь этим девайсом по сей день. Просто захотелось вам его показать, так как обзор посмотрело очень мало народу. Конечно это не новинка, но для дома самое то. Приходит сей девайс в фирменной белой немного помятой коробке. Из всех надписей которые есть на упаковке я понял лишь то, что устройство имеет 3 USB порта по 2 ампера каждый. Его размеры, модель и то что он выдерживает нагрузку в 10 ампер или 2500 ватт. Остальное все написано на китайском языке. При заказе данного удлинителя выбирайте обязательно европейскую вилку, так как все удлинители данного производителя идут с китайской вилкой и продавец кладет посылку переходник на европейскую вилку. Конечно можно и самому переделать купив штепсель за 50 рублей в магазине, в общем кому как удобно. Сам девайс выполнен из качественного белого пластика. Сверху и снизу немного матовый текстурированный пластик, приятный на ощупь, а боковые поверхности глянцевые и гладкие. На верхней части расположились 3 USB порта и 4 розетки, которые имеют свой собственный выключатель с индикацией работы в виде белого светодиода. Также каждая розетка имеет защитные шторки, предотвращающие попадание посторонних предметов и пыли на электрические контакты. На нижней части расположены нескользящие резиновые ножки, под которыми спрятались болты под треугольную отвертку. Как говорил выше, вилка тут китайская и переходник тут весьма кстати. Провод я бы не сказал, чтобы твердый, но довольно толстый. Думаю, что там трехжильный провод по полтора квадрата, наверное. Внутри также все выполнено качественно, все спаяно и держится крепко. Это не сетевой фильтр, а обычный удлинитель, переноска так сказать. Сама крышка помимо болтов дополнительно фиксируется защёлками, которых здесь аж 12 штук. Чем хорош данный удлинитель, так это тем, что он подходит под любые вилки, будь то европейские, китайские или американские. Имея такую переноску, можно не бояться заказывать из Китая различную электронику и бояться, что она придет с американской или китайской вилкой. Что касается USB портов, то заявленные 2 ампера они держат с небольшой просадкой по напряжению. Максимум удалось выжать 3,3 ампера с просадкой напряжения до 4,8 вольт. Если же нагрузить второй разъем на 2 ампера, то просадка значительная, вплоть до 3,7 вольт. Ну а если на 1 ампер, то на втором разъеме держатся заявленные 2 ампера. Из плюсов могу выделить качественный и лаконичный дизайн, наличие USB портов, ведь теперь можно избавиться от блоков питания, тем самым освободив часть розеток и заряжать гаджеты напрямую. Возможность подключения девайсов с различными электрическими вилками, и это тоже плюс. Минус тут один, это китайская вилка самого девайса и использование переходника для нее. Конечно не самый большой минус, но все же. Повторюсь, при желании можно легко избавиться от этой проблемы. Электронные кухонные весы. Упакованы в обычную пупырку, в комплекте никому не нужный небольшой мануал на английском языке и сами весы. Позиционируются эти весы как кухонные, но можно их использовать и не только на кухне. Весы сделаны из белого пластика, работают от двух мизинчиковых батареек формата 3А. На нижней части имеется наклейка с краткой инструкцией по эксплуатации и надписью о том, что данные весы не должны использоваться в коммерческой деятельности. То есть взвешивать на них продукты перед продажей нельзя. Вот с установкой батареек произошла небольшая проблема. То ли эти аккумуляторы неправильного размера, то ли весы так сделаны. В общем пришлось немного доработать отсек для батареек с помощью канцелярского ножа. На передней части имеется монохромный дисплей, в моем случае без подсветки, но у продавца можно выбрать весы с подсветкой дисплея. Из управления на устройстве всего две кнопки. Одна для включения, она же является и кнопкой обнуления тары. Включается-выключается устройство долгим нажатием кнопки, а если вы хотите не учитывать вес тары, ставите ее на включенные весы и нажимаете эту кнопку. После чего показания экрана сбрасываются на 0 и в левой его части появляется индикатор в виде полосы. Кроме того, весы имеют функцию автоотключения. Если вы не выключили их вручную, то они сами отключаются через несколько минут простоя. Кнопка Unit служит для переключения единиц измерений массы. Можно выбрать привычные нам граммы, унции и экстраграммы. Каждый из режимов имеет соответствующую индикацию на экране. У меня нет вторых весов и уж тем более нет эталона килограмма, чтобы проверить точность весов, поэтому поверим им так. Максимальная масса взвешивания равна 5 килограмм с точностью до 1 грамма. Весы мне понравились, выглядят неплохо, пластик глянцевый, поэтому будет нетрудно протереть их, если запачкаются. По неизвестным мне причинам забыл нажать на запись и распаковка этой посылки не записалась. Все, наверное, помнят вот такой советский ёршик. Был, наверное, у всех, а может и сейчас даже имеется. Технологии не стоят на месте и китайцы изобрели вот такой ёршик, который пришел на смену советским. Приобрел я две штуки, посылка была упакована хорошо, за это продавцу отдельное спасибо. В одном наборе идет сама ручка с уже установленными губками и еще одна насадка сменная. Меняются губки легко, нужно всего лишь немного рожать крепление и вытащить использованную губку. На креплении есть насечки, благодаря которым поролон держится крепко. Оставляется насадка на место еще прочее, разжимать ничего не надо. Кстати, этот девайс, как и мочалка от суббренда Xiaomi Jordan Judy. На ручке имеется логотип. В руке держится отлично, а мыть стаканы и банки очень удобно. Можно мыть бутылочки, актуально для тех, у кого есть грудные дети. Кружки, стаканы, банки и многое другое. Попользовался я немного этим ёршиком и мне, скажу честно, понравилось. Очень выручает, когда рука большого размера. Дома всем пригодится, надо брать. Ну и напоследок хочу показать и рассказать вам еще про один интересный товар из Китая. Я некоторое время жил в общаге и, как правило, все общаги славятся тараканами. Заказывал от тараканов вот такое средство. Продается комплектом из пяти пакетов по пять грамм. Три я использовал и вот остались еще два и валяются без дела. Решил вам показать, может быть будет полезно. Честно скажу, средство помогает. Тараканов убивают, валяются потом везде мертвые, только успевая их подметать. Можно высыпать средство за плинтус, под плинтус, под холодильник, под умывальник и так далее. В общем туда, где есть возможность нахождения вредителей. Можно насыпать на какой-нибудь листок и просто положить его на пол. Средство проверенное. Стоит недорого, а сколько пользы принесет, вы не представляете. Ну а на этом у меня все. Ссылки на все представленные товары находятся, как всегда, в описании к этому видеоролику. Там же ссылка на паблик ВК. Не забудьте поставить лайк на это видео, а также подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а с вами был Иван, и это канал Обзоров. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok